Банк России впервые провел совместную конференцию с представителями крупнейших банков под названием «Фокус на клиента». Главная тема – формирование финансовой среды, позволяющей банкам не только наращивать прибыль, но и развивать доверительные отношения с клиентами. По оценке Эльвира Набиулиной, в целом ситуация в банковском секторе стабилизировалась. Финансисты уходят в цифру и создают очень много удобных сервисов. Но с другой стороны, глава Центробанка посетовала на то, что число случаев, когда клиента сознательно вводят в заблуждение и продают не тот продукт, сокращается не по инициативе самих банков. Это все происходит во многом под нажимом регулятора. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы выстраивалась культура клиентоцентричности, чтобы важны были не только прибыль здесь и сейчас, а создание доверия на рынке и долгосрочной лояльности клиентов. Как отметила Набиулина, банковский сектор сегодня гораздо шире, чем просто финансовые услуги. Он вбирает в себя страхование, инвестиции и многие другие сферы. Банки превращаются в экосистему и поэтому в полной мере отвечают за реализацию идеи клиентоцентричности. Получить доступ к интернету там, где нет оптоволокна и сотовых вышек, сегодня это возможно благодаря спутниковой связи. Крупнейший оператор этого рынка в России, компания РТКОМ, уже более четырех лет за собственный счет подключает труднодоступный район к всемирной паутине. Что необходимо для того, чтобы воспользоваться ее предложением, знает моя коллега Анастасия Лакман. В горах, открытом море или за полярным кругом. Неважно, как далеко находитесь вы или ваш бизнес, если нужен доступ в интернет, его обеспечит спутниковая связь. С 2019 года РТКОМ, лидер среди российских спутниковых операторов, бесплатно подключает своих клиентов к услуге «Ходспот». Компания за свой счет устанавливает на площадке заказчика спутниковую антенну и разворачивает необходимую инфраструктуру для зоны Wi-Fi. «Ходспот» устанавливается на юге, в основном это туристические базы, удаленные в горах или где-то в речных районах. Это Камчатка, это Якутия, это все северные районы, где есть места геологодобычи, добычи драгметаллов, обработки. И, соответственно, нефтегазодобывающие микрорайоны также пользуются услугами нашей связи. В нашем северо-западном округе точки доступа «Ходспот» уже работают на турбазах в Архангельской и Вологодской областях. В других регионах страны, помимо туристического бизнеса и месторождений, услуга активно пользуется в государственных лесничествах, охотничьих хозяйствах, на рыболовных базах, в коттеджных и вахтовых поселках и даже на морских судах. Благодаря обширной спутниковой инфраструктуре РТКОМ обеспечивает устойчивую связь на территории всей страны и в территориальных водах. Наши суда, наши клиенты спокойно от порта Пусан, Южная Корея до порта Калининград северно-морским путем идут самостоятельно по ходу движения, переключаясь по всем лучам. Опять же, очень важно, мы с заказчиком разговариваем, понимаем, где он работает, где судно преимущественно ходит и подготовим это персонализированное для него решение. Для каждого подключения РТКОМ разрабатывает индивидуальный проект и рассчитывает оптимальное количество точек доступа с учетом числа потенциальных пользователей. Их может быть как 25, так и более тысячи. Нас интересует география расположения, особенности ландшафта, какие на территории есть объекты, особенности их расположения и с чего они построены. Все, что требуется от заказчика для подключения услуги – это электричество. Когда точки доступа Ходспот готовы, абонентам остается скачать мобильное приложение Ходспот РТКОМ, оно доступно как в App Store, так и в Google Play, и зарегистрироваться с мобильного устройства в личном кабинете. Приобрести там подходящий пакет интернет-трафика, оплатив с помощью банковской карты. Подробнее об услуге можно узнать по телефону или на сайте, который сейчас на экране. Анастасия Лакман, Андрей Жохов, Вадим Вагапов, Телеканал Санкт-Петербург. Инвестиции петербургских предприятий в основной капитал выросли за 9 месяцев текущего года на 10,7%, до 640 миллиардов рублей к концу декабря могут превысить триллион. Имеется в виду затраты компаний на строительство и модернизацию своих объектов, приобретение машин и оборудование, того, что увеличивает первоначальную стоимость предприятия. Как сообщил в своих соцсетях вице-губернатор Валерий Москаленко, наибольший объем таких инвестиций обеспечили сферы обработки и логистики. Отличные показатели у гостиницы, предприятий общепита в строительстве, в области культуры, спорта, информации, связи и образования. Пчеловоды в этом году недополучили почти треть меда. По мнению экспертов, сказались погодные катаклизмы. И тем не менее, цены на продукцию удается сдерживать. На ярмарке, которая сегодня открылась ДК имени Кирова, свой мед представило хозяйство из Оренбургской области. Мелена Иконникова продолжит. Мед на любой вкус. И с тонким ароматом, легкий, из акации, к примеру. И ароматный, очень насыщенный, такой как гречишный. И более жидкий, черноклен. И плотный, скажем, липовый. Здесь многим знакомые сорта, но есть и продукция по собственным рецептам хозяйства. Это медовые настои с использованием чаги, такой гриб, осиновой коры или сосновой пыльцы, что большая редкость. Сосновая пыльца, в принципе, собирается 2-4 дня в году всего. Дело в том, что если жарко, она моментально отсветает, пылит. А если дождик, ее не соберешь. Ветер, она тоже ее все сдувает. Поэтому ее много физически невозможно собрать. У нас работает порядка 30 человек. И вот немножко набираем. Пыльца настаивается с медом в соотношении один к одному. То есть настой очень концентрированный и производится без термической обработки. Точно так же чага в меде и кора осины. Потомственный пчеловод рекомендует употреблять по ложечке, утром натощак. По его уверению, вся продукция натуральная. И кроме медового товара, он также предлагает пчелиный хлеб, пергу. И очень ароматный чай, лесные травы. Качество гарантирует. Наш мед, помимо основной лабораторного исследования, проходит дополнительное исследование на отсутствие антибиотиков. В принципе, у нас на пасеке не используются различные препараты. Лечатся пчелки в основном травками. Это экологически чистый продукт абсолютно. Вывозится пасека тоже непосредственно в экологически чистые места. В честь открытия ярмарки цены на продукцию сейчас снижены. Допустим, донник продается по 380 рублей за килограмм. И это почти в два раза дешевле обычного. Кроме того, покупатели получают скидочную карту на будущее. У хозяйства есть представительство в Петербурге. Вкусно. Первое впечатление. Второе. Мед сейчас просто необходим, потому что время такое простудное. В офисе все болеют. У ребенка все болеют в школе. Поэтому нужно обязательно поддерживать иммунитет. В ДК имени Кирова ярмарка будет работать до 3 декабря включительно. С 11 утра до 19 вечера. По словам продавца, товара всем хватит. Далее продукция отправится по другим городам северо-запада. Милена Иконникова, Фанис Аглямов, Вадим Вагапов, телеканал Санкт-Петербург. На валютном рынке сегодня курс доллара прибавляет 27 копеек. Евро 58 копеек. Причина отступления рубля точно не нефть. Завтра пройдет встреча министров стран ОПЕК+. В ее ожидании бренды WTI подорожали больше, чем на 2%. Так что нефть дорожает. Итак, юань по Центробанку стоит 12,45. Курс доллара на четверг 4,8. Евро 97,65. Цена египетского фунта 2,88. Но вот литр бензина в Египте стоит 9,40. То есть около 27 рублей. Обедая в недорогом ресторане, легко можно уложиться в 90 египетских фунтов.